сегодня меня конечно фильм впечатлил я даже не знаю в каком смысле он что это в общем он заставил меня задуматься по поводу комментариев вообще о нем потому что он очень яркий фильм называется красота по-американски мне его посоветовали и что же это за красота то это вообще по какому красота это слишком модно стильно молодежно ладно на самом деле у меня очень много вопросов возникло к этому фильму то есть там реально есть очень американские вещи на мой взгляд и есть настолько не американская то есть вот вот это вот конец фильма я извиняюсь я буду прямо его рассказывать что главное герой перестает жить при этом что это не триллер и не ужастик это абсолютно не в американском стиле и я даже начал интересоваться в интернете кто там что делал что продюсеры вроде бы американцы а вот режиссер все-таки с какой-то английской историей и мне кажется что это очень именно вот не по ну вот это не по-американские причем мне кажется что этот фильм это как будто взгляд на а мире на американские какие-то ценности иногда ну и очень как бы не раскрывают эти вот проблемы что там люди очень боятся за свою работу но такого много на самом деле это все знают ты в общем-то все везде люди боятся за свою работу просто где-то в европе они могут немножко более спокойно жить все равно а в какой-нибудь японии америке южной корее они как бы либо очень много работают и всегда очень боятся что что-нибудь не то сделать в японии вообще очень сильно боятся в америке тоже боятся точнее в америке они просто безумно рвутся в к в карьеру в какой-нибудь в карьер и в общем но это показали там очень достоверно мне кажется сейчас мне надо как-то собраться там столько всего было на самом деле какие-то проблемы вот я в детстве этот фильм смотрел я даже не понимал о чем там речь вообще там что-то такое нетрадиционное какое-то и я вообще не понимал как бы о чем речь сейчас мне кажется что там как-то во первых мне немножечко стыдно в каком виде пред предстает очень хороший известный актер иногда но так просто немножко как-то ой как-то как будто бы я бы не хотел так подробно смотреть на этого актера но просто потому что он какой-то известный хороший очень большой вопрос почему главный герой перестал жить это очень большой вопрос это очень не в американском стиле это уже вообще в каком-то стиле чуть ли не ой господи мне еще там какие-то волосы волоса я даже не знаю какому-то стиле в русском и но причина причина ну какая там причина почему он перестал жить почему я не понимаю я глупый я не понимаю хорошо можно сказать что он перестал жить из-за какого-то психоза и невроза психоза и невроза психа и неврастеника хорошо можно так подумать и этого как его мой вот я труп глаза но мне уже все равно я уже бы фига кстати я не знаю чем я болею и я совсем не сильно на самом деле болею но так пытаюсь поменьше людей видеть сегодня опять поел обычной еды но потом все-таки захотел поесть еще хлеба с чесноком просто потому что хлеб уже будет портиться и мне хотелось просто побольше поесть и а днем так я не ел только вот вечером сейчас поел а вот это вот то что худоба здесь такая это может быть еще из-за света и оттеняет вот этот воротник что я прям совсем как будто худышка вот еще сегодня я уже не признавался людям которые меня реально выгоняли из зала и выгнали я уже не говорил что я как-то себя нехорошо чувствую потому что они меня остановили где-то в середине пьесы ну это как бы неважно мне просто хотелось играть дальше и поэтому я хотел побыстрее уйти а люди захотели чтобы я им помог к рояле двигать причем не просто подвинуть рояль а чтобы я еще подождал чтобы они выбрали рояль сначала я им говорю вы знаете я хочу продолжить играть пьесу мне класс сейчас не надо искать у меня есть свой класс я бы хотел пойти пойти продолжим не говорят как у вас все сложно и я говорю хорошей репетиции и ушел но без без конфликта на самом деле и действительно это какие-то такие усложнения мои личные ну вот я оказывается могу сказать нет к своему стыду но я стараюсь как можно мягче это делать так про фильм что-нибудь еще хотел рассказать я ведь наверняка что без а ну конечно конечно в этом фильме уникальные персонажи уникальные персонажи там есть один персонаж не раскрытый то есть там есть как будто бы такого за закрытый какой-то заблокированный персонаж это вот там какая-то женщина и и кстати много показывает она является матерью одного из почти главных героев и вот она всегда просто не открытый персонаж непонятно почему и как она себя ведет она ничего не говорит ничего не объясняется и кстати это очень похоже на русскую традицию то есть этот фильм он похож на русский фильм в этом в этих двух смыслах то есть вот это вот ритори риторическая проблема а вот важная проблема сейчас быстренько скажу пока вспомнил вот это вот психопатство какое-то американское оно как бы навело меня ну такой вот которая здесь показали в этом фильме она меня навела еще на такую мысль что в американских домах люди смотрят на природу когда моют посуду и вот это вот как будто бы нормальное для них состояние ну посуду там или что-нибудь моют они подходят к раковине на кухне открывают кран что-то моют и у них перед глазами открывается природа это такая традиция и я думаю что да это замечательная идея то есть им становится более приятно мыть посуду ну понятно что у них там у всех посудомоечная машина но они моют там что-нибудь просто и вот мне показалось они может ли это стать причиной какого-то небольшого психоза что когда они оказываются на природе у них чего-то не хватает все время возникает чувство ответственности что надо срочно что-то мыть не может ли быть такая опасность но нет на самом деле ладно все психопатов везде много и это нормально